привет друзья подписчики и зрители канала меня зовут визгонте мы снова играем в скрэп механик и сегодня у нас домашнее задание домашнее задание взял евгений лузан насколько я знаю евгений очень увлекается американскими ну и вообще автомобилями особенно грузовыми автомобилями и сегодня мы задали ему вот такое задание построить в игре скрэп механик американский автомобиль тягач получилось ли у евгения решать ребята будете вы выставляя оценку евгению где 10 это хорошо а единица плохо также пишите свои комментарии что вы думаете о данной постройки но сейчас мы загрузимся на постройку и оценим ее это друзья мы загрузились на постройку евгения лузаны и сейчас мы будем смотреть домашнее задание евгений построил вот такой вот автомобиль когда я первый раз загружался на эту постройку я при загрузке вспомнил что я не включил ни одного мода но постройка загрузилась и это означает что постройку нас абсолютно без модов то есть евгений не использовал ни одного мода то есть все это у нас ванильная так хорошо ли это это решать конечно же каждому кто строит так ну что же давайте смотреть это у нас вот такой вот тягач фургон есть кнопочка открывающая заднюю дверь так также я заметил что у нас есть датчик парковки который у нас скорее всего должен с чем-то быть связан давайте пока что закроем кузов и посмотрим почему же он у нас привязан так есть привязка и привязка ведет у нас кабине это у нас фары то есть когда мы подъезжаем к стене или какому перепаркованному другому автомобиле у нас по идее здесь должны загораться фары хорошо тогда давайте откроем двери слова и проникнем внутрь кузова так запрыгнуть не могу ну ладно то есть кузов у нас абсолютно пустой нету освещения евгений наверно нужно было сделать чтобы при открытии дверей включался свет в кузове то есть насколько я знаю в таких фургонах у них свет есть хорошо давайте тогда обойдем автомобиль есть еще кнопочки это у нас что бардачок это у нас открытие двери когда дверь открывается у нас включается сигнал под ступенькой тоже что то есть но это вообще ни к чему у нас не привязана с противопожной стороны у нас точно также есть кнопочка под ступенькой который ни к чему не привязаны есть бардачок с небольшим запасом туалетной бумаги есть двери также и срабатывать сигнал и есть еще одна кнопочка открывающая капот где у нас установлен мощный двигатель так я вижу что у нас еще есть и какие-то синие фары которые направлены вниз так хорошо давайте закроем ага у нас закрытие капота у нас задержкой смотрите здесь у нас никаких кнопок никаких проводов которые ведут нашим фургону контейнеру нету то есть никакого охлаждения никакого термоса у нас нет это у нас фургон чисто для перевозки допустим мебели хотя судя по количеству колес он должен перевозить что-то очень тяжелое хорошо но в принципе мы можем уже садиться внутрь автомобиля и знаешь тоже там внутри так сначала сядем на место пассажира у нас с вами три кнопочки отдаляем по стоечку первая кнопка открывает шторку от солнца и 3 кнопка включает свет что у нас в кабине есть еще есть спальное место есть освещение только она направлена куда-то в бок есть но я так думаю что это все-таки какой-то холодильник то есть кружечки опять же то ли там мага либо полотенца но и спальное место так и все и я застрял так хорошо под кровать у нас тоже что то есть но что туда можно положить я вот не знаю садимся за место водителя и давайте смотреть у нас с вами уже восемь кнопок первая кнопка это дверь вторая кнопка это габаритные огни 3 но это сигнал 4 кнопка это возможно поворотники пятая кнопка это дополнительно освещение 6 кнопка это у свет в кабине я вижу что включилась у нас подсветка снизу есть также шторка от солнца и радио принципе все мы можем отправляться ехать давайте посмотрим как же управлять смотрите у этого автомобиля поворачиваются не только передние колеса но и задние то есть для улучшения маневренности то есть мы можем развернуться хотя что происходит с колесами я не понимаю так поворачиваемся но чтобы не заканчивать совсем уж серию на этом эпизоде сейчас мы с вами поедем и посмотрим чего же еще можно сделать в игре скрыть механик используя моды что конечно я очень рекомендую евгению использовать моды потому что можно построить автомобиль намного лучше давайте вон там вот видно что стоят автомобиля наших подписчиков так несмотря на огромное количество осей автомобиль евгения застрял так пробуксовываем все вроде бы как схватилась то есть мы задели землю бензобаком давайте поедем стоят три автомобиля это автомобиль от нашего супер строителя антона терентьева автомобиль от грега и автомобиль от армана молочанова так останавливать все ручки ручки нету изнутри это опять же упущение давайте отправим нас кнопочки выходим и давайте смотреть ну этот автомобиль вы все прекрасно знаете это автомобиль бетононасос от антона терентьева вот он у нас сейчас в развернутом состоянии кабина все как полагается эти тут и есть кнопочка которая открывает у нас а это у нас открывает капот но есть еще одна кнопочка которая открывает саму кабину так где-то она была здесь я вот сейчас не могу найти давайте сложим опоры возьмем руки так 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 подшипники вот вот эти вот подшипники они должны у нас кнопочка здесь это не то здесь у нас кнопочки нету но все таки я помню что у нас была кнопка а вот она кнопочка которая опрокидывает кабину супер что у нас приготовил грега у грега пожарный автомобиль так выглядит тоже круто мне кажется это у нас вольво а если допустим здесь man это у нас вольво так немножко забаговался поскольку он привязан к земле что у нас здесь за кнопочка а это у нас убирает опоры понятно так как кабина здесь у нас переворачивается кабина по-моему не переворачивается ну так что ладно пускай и так третий автомобиль это у нас арман молочанов тоже автомобиль man тоже прикольно выглядит давайте залезем внутрь машины и посмотрим что же там за кнопочки есть так я вижу кнопочку здесь что у нас также опрокинулась кабина смотрите но она конечно отчет как-то не очень сильно опрокидывается закрываем закрываем отлично садимся я хочу туда сесть нам нужен срочно лифт так где же у нас а и что ищу его в инвентаре когда он у нас поднимаемся и мы можем сесть за место водителя у нас с вами всего лишь четыре кнопки я думаю что они не все отвечают за действие автомобиля так ну давайте попробуем первая кнопка это дверь вторая кнопка это кабина закрывайся третья кнопка это сигнал и четвертая кнопка это аварийные маячки окей и все не должно быть давайте сядем на второе место также есть четыре кнопки первая кнопка дверь вторая кнопка опрокидывает кузов поднимает основе опоры круто круто так ну что же вот такие постройки от наших подписчиков и домашнее задание от евгения лузана пишите свои комментарии что вы думаете о данных постройкам с вами был висконте всем пока